Ереси. Как не утерять истинной веры в душе? Как укрепить веру не в словах, а делами? Это вопросы мне задают. Я их поместил сюда, а дальше будет мой ответ. Видимо, этот путь познания веры бесконечен, и, видимо, человеку познать истину в этом многогрешном мире невозможно. Остается только одно – верить всеми силами своей души и просить у Бога милостыни, зная о своем недостоинстве и о своей многогрешности. Начну же я свой путь познания с ваших книг, как наиболее доступных сейчас для меня и наиболее понятных. Насчет же тех, кто угольно обвиняет вас в неправде, не приводя при этом конкретных примеров неправды, так это же какое вам благо? То есть люди понимают, что если меня злословят, а ничего этого нет, это благо перед Богом. Уже говорят об этом. И Христа гнали в свое время, и зачастую сейчас гонят. Не пострадать за Христа нет ли признания уже при жизни правильности своих пути? Как высоко оценили то, что гонят, а я не оверзаюсь. Никогда не спорю. Почему? Кто знает ответ, не спорит, он возвещает истину. Я никогда не спорю. Почему? Я тебе сказал, а ты не принимаешь, это уже все, я уже тебе сказал. Я сразу отхожу, другим делом занимаюсь. Они вокруг пляшут, пляшут, а другие говорят, вы ему напрасно его тыщите, он все равно отвечать вам не будет. Про меня уже другие пишут. Я тебе сказал, я знаю истину, я ее возвестил. Ты с ней не согласен, это твой выбор. Кто ты избрал такое? Я тебе показал путь, а ты не признаешься. Я еще раз буду спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. Написано, спорили фарисеи со Христом, но не Христос с ними. Оказывается, обоюдная драка, когда я тебя сунул, а ты мне дал. А когда ты на меня напал, я молчал. Это избиение называется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!